Всем привет! Это мой новый блог, очередной блог. На прошлой неделе я заказал себе новый микрофон. Сегодня, в общем, я пришел в этот магазин, подошел к продавцу. Он говорит, да, такой заказ у нас есть, который вы заказывали на прошлой неделе. Он мне показывает, я такой уже начинаю радоваться. Думаю, вау, наконец-то я получил этот долгожданный микрофон, который ждал практически всю неделю. Продавец рассматривает товар, там, ну, готов, уже был готов мне оформить, отдать, и чтобы я заплатил за это деньги. И он такой мне говорит, а я вам случайно заказал не микрофон, а лампу вместо микрофона. Я такой уже начал расстраиваться, такой думаю, ну, это косяк, это косяк. А продавец мне просто говорит, а вы можете у нас этот товар не брать, вы за это ничего не платите, вы можете у нас просто купить другой микрофон, либо пойти в другой магазин. И я так и сделал, пошел просто в другой магазин и купил себе просто новый микрофон. Вот такой вот микрофон за 9 евро и 50 центов. И знаете, что меня смутило? Что это ражат скина, что это сделано в Китае. Это означает, что я купил на свой риск и страх. А теперь давайте перейдем к анбоксингу этого микрофона. Predator Gaming Microphone. Rishaz 101. Ну что, анбоксинг этого микрофона. Ну так, скажу пару слов. Вот, подготовил, кстати, ножницы. Итак, пару слов. Ну вот, смотрите, по дизайну, оформлению мне коробочка нравится. Видите, зелененький цвет. Здесь вот так вот выглядит. Ну, достаточно моментами даже симпатично. А что внутри? Нет, знаете, не то, что внутри. А когда я буду тестировать, это, конечно, уже на свой риск и страх. Вот так вот. Вот. Ну, как видите, внутри все достаточно просто. Вот, достаточно просто. Нету там, что-то, что-то там было, что-то дофига чего положено. Все достаточно скромно выглядит. Вот. Итак, вытаскиваю теперь я этот микрофон. Вот я его достал. Вот. Вот я его достал. По весу он такой легенький. Ну, если его, конечно, с другими микрофонами сравнить, то, может, где-то вес будет ощутимый. Вот. Ну, я имею в виду микрофон там с наушниками или просто такие мелкие микрофоны, петельки, в общем. Так, давайте дальше. Здесь, как видите, все элементарно. Дальше здесь, в общем, так. Так. Наверное, провода не перерезать. Вот. Так, это освободил. В общем, это, как видите, так выглядит. Вот, кстати, здесь вот мягенькое. Вот, если ставить, мягенькое. Кстати, вот это вот фиксируется. Вот. Ну, как джойстик. Здесь что-то идет дополнительно, наверное. Включить, выключить, наверное, получается. Кстати, кое-что мне напоминает. Вот этот вот рисуночек. Ну, как видите, здесь черная пластмасса идет и красная пластмасса. Ну, тут, видите, нестыковка. То есть, на рисунке выглядит так. Да, то есть. Вот. Ну, это просто так я вам просто показываю. Здесь вот так вот, да, выглядит. А на самом деле здесь вот просто. Вот, видите. Такой пум-пон. Вот, пум-пон. Дальше. Ну, и, наверное, еще такой момент. Вот сам провод. Вот он, как видите, достаточно длинный. Вот, видите, он достаточно длинный. Даже если вот, смотрите, видите, если я вот пополам его сложил, он, кстати, достаточно длинный. Вот. Ну, что тут еще можно сказать? Да вроде нечего тут говорить. Все самое главное, основное я сказал. Теперь про это остался отдельно блок снять. То есть, протестировать этот микрофон. Но уже, как бы, я уже повторяюсь еще раз на свой риск и страх. Потому что это сделано в Китае. А в Китае, вы знаете, обычно это, может быть, не очень качественные товары. Вот. Поэтому здесь ничего удивительного я не говорю про Китай. Не, в Китае они могут делать качественные вещи, но уже просто за другую цену. И снова с вами я. Вот я закончил делать анбоксинг этого микрофона. Будет еще один ролик, где я буду тестировать этот микрофон. Конечно, уже на свой риск и страх. Что с этого получится? Тест этого микрофона я не знаю. Увидите это в следующем блоге. Спасибо, кто смотрел этот блог. Как я делал анбоксинг этого микрофона. Ставьте, как обычно, лайк, либо дизлайк. Пишите свои комментарии, если вам есть что сказать под этим блогом. Кто хочет, подписывайтесь. Всем пока.